Будем наблюдать поединок Игорь Пашчук. Это весовая категория 64 килограмма. Игорь Пашчук из Украины. И у него очень сильный соперник Вилли Блайн, спортсмен из Франции. Ну и я думаю, что тем интереснее этот поединок. Так, вот я уже обратил внимание, что судить этот бой будет наш рефери из России. Рефери АИБа Евгений Судаков. Сам в прошлом замечательный боксер. Он выступал в тяжелой весовой категории. Ну и болеть-то мы, конечно, будем за боксера из Украины. Ну у него, безусловно, тут разговоров никаких не может быть. Но у него очень сильный соперник. И чуть позже я остановлюсь на результатах этих спортсменов. Надо сказать, что у команды Франции очень неплохие боксеры, очень неплохие. И такие быстрые, эластичные, физически хорошо подготовленные. И технически хорошо подготовленные. Ведь они хороший уровень бокса показывают. Хороший уровень, да, и текущие, хорошо подготовленные. И очень приятно на них смотреть. Ну а как, что касается Игоря Пашчука, так Украина, ведь это же мы уже говорили об этом. Так это спортивная страна, боксерская страна. Вспомню, сколько великих боксеров было на Украине, есть на Украине. И вот в Сараево в 2001 году на юниорском чемпионате Европы он стал обладателем бронзовой медали. Вот вы видели, показали нашего реперия, и повединок начинается. Итак, все, внимание на ринг. Весовая категория, еще раз вам напомню, 64 килограмма. Игорь Пашчук, Вилли Блэйн. Сразу бросаются глаза подвижность, легкость Блэйна. Очень быстренько, подвижно, хлесткий удар. И посмотрите, как он расслаблен, позволяет себе там опускать руки, вот. Ну, правда, разрывает при этом дистанция, большая. Очень чувствительный боксер, очень чувствительный, это видно по движениям. А что касается, что касается, он опускает руки, так он достаточно далеко стоит от Пашчука. Далеко, и он понимает, что он никак не достанет. Когда он подходит поближе, то я думаю, что руки у него будут на месте. Ну, тут он выбрал контратакующую манеру сейчас. И видите, он так как бы отдал инициативу сейчас Игорю Пашчуку. Ну, ударов пока маловато там что-то. Ну, это велико напряжение, велико напряжение. Ну, и первый раунд, да. Очень сложно нанести удар, когда соперник ожидает этого удара. И тут можно пропустить навстречу все, что угодно. Поэтому нужно, очень сложно, нужно выбрать свою дистанцию, подойти на свою дистанцию, обмануть соперника, потом ударить оттуда, откуда тебе удобнее ударить. Но соперник делает то же самое. И думает то же самое. И поэтому он тут побеждает, кто лучше чувствует, быстрее бьет, физически лучше подготовлен. Здесь масса компонентов, мы уже об этом говорили. Интересный поединок. Ну, и вот быстро, как проходит у нас снова первый раунд, уже завершается практически счет слава, пока ничейный. Хорошо, Игорь. Да, да, в концовке очень, да, чувствует время, чувствует время по счету, да. Надо Блейну, Игорь, не давай ему жить, подходи к нему, все время тесни его канатом, не давай ему дышать. Это хорошо, да. Очень хорошее выражение, безусловно. Ну, и несколько слов еще раз. Лучшее достижение, я уже говорил, этого спортсмена. Бронзовая медаль на чемпионате Европы среди юниоров Сараева в 2001 году. И вот в 1-4 финал он одержал победу над Борисом Георгиевым. В Болгарии достаточно большим счетом 46-25. Вот мы говорили, что у него опущены руки, сейчас показали фрагмент в замедленном действии. Мы видели, что у француза-то руки как раз на голове, то есть он четко держит их там, чтобы не пропустить удар. Когда идет в атаку, а вот когда он разрывает дистанцию, он позволяет себе расслабиться. Да? Ну вот ведет себя просто расслаблен. Тем самым он раскрепощает себя, он не напрягается. А человек, когда напрягается, он быстрее устает. Устает, ну понятно. И здесь он собран. Вот посмотрите, как второй раунд начал, Виктор. Вот интересно, вот сейчас на средней дистанции бой перешел такую среднюю дистанцию, и Блейн перестал двигаться и пошел поближе. Видимо, это была команда секундантов. Безусловно, тут то есть он так начал свой поединок, как бы это самое, я уже такой великий, все, а сейчас ничего подобного, поскольку ему сказали, что ничего там, преимущества-то никакого нет, тренер, и вы здесь абсолютно правильно сказали. И руки посмотрите, как уже держат выше головы, выше шлема. А потому что уже опасается, потому что средняя дистанция. Вот здесь нужно немножко посередине, я бы по щеку посоветовал, побольше ударов, где-то вот он подходит, не переключаться на борьбу. Вот и сейчас, отлично, вот он сейчас попытался сделать контратаку и сделал ее. И судьи все-таки обратили внимание на это, зашли ему эту атаку. Вот, отлично, то есть он, я вижу по щеку, что хочет, он ловит удар левой рукой Блейна, ловит его, и контратак вот, только бьет Блейн, он уходит от левой и тут же встречает справа, и контратакует. Но придерживает сейчас Блейн. А я скажу, Блейн, думаю, тоже так же. Но сейчас немножко Блейн чуть-чуть побыстрее провел атаку, немножко раскрепощение, побыстрее, без напряжения. Вот как сейчас, Блейн начинает попадать. И там уже разница, к сожалению, три очка сейчас. Скорость, скорость. Ни в чем не хочет уступать, Игорь, ни в чем. А почему он должен уступать? Он нисколько не хуже класса, ему нисколько. Абсолютно, вот несмотря, да, на такую, казалось бы, там... Вот моментами просто Блейн перехватывает по щука. Вот по щука начинает бить... Ах, какая прекрасная сейчас была атака в конце. Вот не увидели мы еще, дочли ее или нет? Я повторю мысль свою. По щук, Игорь, начинает наносить удары. А, значит, Вилли Блейн принимает эти удары на защиту. И после этого резко контратакует. И беда, что Игорь, что он остается на месте. Понятно, да. То есть остается на месте. Вот несколько слов о Блейне. 25 лет этому спортсмену, он из лучших в своей весовой категории, вот последние 5 лет. И лучшее его достижение, он чемпион мира в Бангкоке стал в 2003 году. Он также на чемпионате мира в 1999 году выиграл серебряную медаль. А вот на Олимпийских играх в Сиднее он проиграл второй поединок кубинскому спортсмену Дирогеневсу Луну. За счетом 14-25. Итак, третий раунд сейчас. Очень интересного поединка. И вот три очка только ведет. Сейчас увидим Блейн. Вот, хорошо. Поактивнее, Игорю, надо поактивнее в ударах. То есть порасслабленнее и быстрее наносить удары. Вот как, ну, не оставаться. Потому что Блейн перехватывает его атаку, защищается и перехватывает. И начинает контратаковать. И, ну, обычно запоминает тот, кто наносит последний удар. И последний удар почему-то остается за Блейном. Ну, опыт. Только этим можно объяснить почему, а? А что еще? И не оставаться. Вот ударил и остался. Очко в очко идет этот поединок. Мгновенный обмен просто ударами, да. Я могу сказать, я не знаю, как закончится этот поединок. Он очень хороший. И я могу сказать точно, что Пащук навязал Блейну свою манеру. Свою манеру боя, да. Навязал. Ну, он может проиграть, может выиграть. Но бой идет по его сценарию, как он этого хотел и как он этого хочет. Это нужно отметить. Несмотря на то, что, казалось бы, в втором раунде пошел вперед Вилли Блейн. А сейчас нет ничего подобного. Престангует-то сейчас его Игорь Пащук, да. Вот когда Блейн двигается на дистанции, издалека наносит удары, его преимущество становится ощутимым. Но когда они сближаются, здесь неизвестно. Здесь Пащук наносит не меньшее количество ударов. Значит, Пащук навязал. Вот ему это надо было. И тренерский коллектив подсказал, что нужно будет боксировать и в средней и ближней дистанции. Не давать ему жить, душить, наносить удары. Ну, Блейн и там хороший. В этой дистанции хороший, действительно талантливый боксер, чемпион мира. Да, тут уж ничего не скажешь. Никаким характером здесь нужно обладать, да. Ну, хорошо, Игорь, ну, вот сейчас была задумка неплохая. Великолепно, да. Неплохая задумка. Великолепный раунд, и там совсем немножко по очкам-то, да. Неплохая задумка была сейчас. Блейн бил, вот они, вот, на контратаках бил Блейн с левой руки. Пащук ушел отлева. И вот не достал справа. Обратили внимание? Обратил, так и Блейн не достал. Хороший кадр Гайдарбеков. Да, Гайдарбеков уже у нас разминается. Ну, мы еще, я думаю, что... Да, возвратимся к этому, да. Увидим этот поединок. Давайте сейчас все внимание, потому что, по-моему, уже... Заволновался Альда Костянтина, заволновался. Заволновался, да. Потому что я думал, что он уверен в победе, уверен в победе своего подопечного. Ничего подобного. Ничего подобного. Я бы, и этот бой бы, блядь, чемпион мира, я бы этот бой записал в актив Игоря. Игоря Пащука, да. Но немножко прибавить свежести в движениях, в ударах, в легкости, в количестве ударов прибавить немножко. Веселее, но повеселее, повеселее. Ну, вот ему и сказали сейчас об этом тренеру, мне кажется. Вот обратите внимание. Здесь важно только не пропустить навстречу, правильно? Потому что может на контратаках провести удачную комбинацию француз. А побыстрее, не останавливаться, побыстрее наносить удары. Пускай пропускают, но больше их наносить. Ну, придави еще немножко, Игорь. А вы знаете, у Блэйна не получилось в средней ближней дистанции. Он начал бой перед движениями. Опять, снова, да, возвратился к той тактике, которую он начал в первом раунде. У него не получилось в средней дистанции, почти прихватил его, и он вернулся к тому, с чего начал. Это, кстати, тут надо отдать преимущество тренерскому коллективу. Это ничего страшного? Нет, это неудачно. Там удара не было, однозначно совершенно. Ему подсказали в углу, что здесь ты счастья не найдешь. Подвигайся и бросай руки издалека. Ну, легко сказать. Да, легко сказать. Сейчас надо будет Игорю немножко прибавить в ударах, прибавить в ударах, побыстрее. Ну, молодец. Вот желание, да, вот он желание, он хочет тренировать, хочет выиграть. Иди вперед. И дрогнул, дрогнул, мне кажется, было им. Вот и там разница сейчас. Ну, вот еще есть время, есть время. Легких, легких, быстрых 2-3 удара. Попал сейчас, великолепно попал. И обратили, кажется, внимание на это суды. Городовую дистанцию. Сделай шаг назад и снова к нему руки повыше. И ведь он словно подслушал вас, Виктор. Ну, боксоры мысли одинаково. Тем более, когда на ринге... Ну, тут уронил его, безусловно. Счет 34-34. 34, да. Игорь, ну немножко, напрягись. И 15 секунд до конца четвертых. Я только прошу об одном. Наносить удары быстро и легко. И тогда будешь попадать быстро и легко. Ну, перехватил сейчас немножко. 36, 9 секунд, 36, 35. Ну, прибавь. Ну. Ну, остается совсем... А сейчас просто подвигайся. Не надо, не надо, просто. Просто подвигайся, ты имеешь очко в запасе. Просто подвигайся, осталось 3 секунды. Не надо лезть. Все, завершился этот поединок. И давайте, что же, чем же он завершился? Все, ура. Ура, радуются тренеры. Я поздравляю. Мы все поздравляем Игоря Пощука. Господи, в таком напряжении. Я никогда уже давно не был, наблюдая и комментируя вот этот поединок. Я думаю, что и вы, Виктор, тоже не остались здесь. Ну, просто, просто молодец. Я хочу сказать, что это блестящая волевая победа. Здесь проявлен характер, воля. И самое главное, рисунок. То есть, он боксировал не по шаблону, как бы либо, а он думал. То есть, и опять же, в углу секундации с ним хорошо работал. Итак, мы поздравляем Игоря Пощука с этой замечательной победой, дорогие друзья. И на несколько секунд мы сейчас с вами прервемся, тем, чтобы увидеть следующий поединок. Молодец, Игорь.